Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 июня, Православная Церковь совершает память святого великомученика Иоанна Сочавского. Святой великомученик Иоанн Новый Сочавский жил в XIV веке в городе Трапезунде, занимался торговлей, был благочестив, тверд в православии и милостив к бедным. Однажды по торговым делам ему пришлось плыть на корабле. Капитан корабля был неправославным. Вступив в спор о вере со святым Иоанном, он был посрамлен и затаил злобу на святого. Во время остановки корабля в Белграде Босфорском капитан явился к градоначальнику, огнепоклоннику по вере, и сообщил, что на его корабле есть ученый муж, желающий тоже стать огнепоклонником. Градоначальник с почетом пригласил святого Иоанна присоединиться к огнепоклонникам, посулив веру во Христа. Святой тайно молился, призывая на помощь того, кто сказал, когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. И Господь дал ему мужество и разумение отвергнуть все притязания нечестивцев и твердо исповедать себя христианином. После этого святой был так жестоко избит палками, что все тело его было растерзано, и плоть под ударами разлеталась кусками. Святой мученик молился, благодаря Бога, удостоившего его, пролить за него кровь и омыть свои грехи. Затем святого заковали в цепи и отволокли в темницу. Утром градоначальник велел вновь привезти святого. Мученик предстал пред ним со светлым и веселым лицом. От повторного предложения отречься от Христа неустрашимый мученик отказался с прежней твердостью, обличив правителя как орудие сатаны. Тогда его снова избили палками так, что все внутренности его обнажились. Присутствовавший народ не вынес этого страшного зрелища и стал возмущенно кричать, обличая правителя, столь бесчеловечно истязающего беззащитного человека. Правитель, прекратив избиение, велел привязать великомученика за ноги к хвосту дикого коня и влачить по улицам города. Жители еврейских кварталов особенно издевались над мучеником, бросали в него камнями, наконец кто-то схватил меч, настиг влачимого святого и отрубил ему голову. Тело великомученика с отрубленной головой лежало до вечера. Никто из христиан не осмеливался взять его. Ночью над ним был виден светящийся столб и множество горящих лампад. Три святоносных мужа совершали над телом святого пение псалмов и кождение. Один из евреев, думая, что это христиане, пришли взять останки мученика, схватил лук и хотел пустить в них стрелу, но связанный невидимой силой Божией, стал недвижим. С наступлением утра видение исчезло, стрелок продолжал стоять неподвижно. Рассказав собравшимся жителям города о ночном видении и постигшем его наказанием Божием, он освободился от невидимых уз. Узнав о случившемся, градоначальник разрешил похоронить останки великомученика. Тело было погребено при местной церкви. Это произошло между 1330 и 1340 годами. Капитан, предавший святого Иоанна на муке, раскаялся и решил тайно увезти мощи на свою родину. Но великомученик, явившись во сне пресвитеру храма, воспрепятствовал этому. Через 70 лет мощи были перенесены в столицу молдо-влахийского княжества Сачаву и положены в соборной церкви. В настоящее время верующие предприниматели с особой любовью совершают память этого святого. Ему молятся и испрашивают его покровительство в торговых делах. Святые великомучениче Иоанне, моли Бога о нас! Дорогие братья и сестры! Сегодня также совершается память святых. Святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского празднуется обретение мощей святой праведной иуленией княгини Вяземской-Новаторской. Совершается празднование в честь Киева-братской иконы Божьей Матери. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует мир, тишину, здравие и спасение. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok